Регментация. Если хотите для себя лист с карандашным рисунком оставить, то делается достаточно простая вещь. Во-первых, чистым утюгом проникнуть, чтобы гладящая поверхность этого утюга была чистой. Рисунок переворачиваете чистой стороной вверх и аккуратненько под паром рисунок продолжим. Большинство вот этих небольших замятин при отпаривании бумаги отходят. Теперь, карандашная линия на самом деле не очень благовечна. При кликном хранении грифель у вас будет растираться, вот график, который остался на бумаге. Так, значит, рисунок будет терять четкость, будет бреднеть и и тому подобное. А бумага желтая. Как сохранить рисунок на длительное время, зафиксировать? Чем фиксируете? Да, на самом деле простейший способ, но существуют специальные живописные лаки, графические лаки. Это можно сходить в художественный салон и купить аэрозольную полку. Ну и потом просто попробуем. Если этого нет, можно потихонечку, потихонечку, на 10 секунд спереть баллончик с лаком для волос у старшей стены или у мамы и брызнуть лаком на волок для волос. Похоже, на самом деле лак для волос будет достаточно агрессивным по отношению к бумаге. Значит, будет все-таки художественный лак. А вообще-то, ну а как по-разному, а в день веке в 19-м были ли лаки для волос? Ну, на самом деле, самый разный парфюм тогда, конечно, был, но современных аэрозольных баллончиков не было. Так, значит, ну и как можно было в домашних условиях, в самой простой на свете, вексачек приготовить? Для карандаша, утря, сангены, для сыпучих материалов. Какой-нибудь пресс сделать? Не-не-не, прессовать нельзя, нет, нет. Снятое молоко. Ну, да, вы молоком называете то, что вы покупаете в магазинах и пакетах. Но этот продукт, на самом деле, к молоку имеет отношение к основе. Не бывает в городах настоящего молока, за исключением рынка. Не потому что люди плохие или злобные. Значит, ну просто мегаполис так встроен, что продавать настоящее молоко просто невозможно. Объясню, почему. Значит, капало, а сколько молока в сутки выпивает Москва? Пойдите, примерно. Сколько коров надо подоить, чтобы надоить? Для каждой коровы свое пастбище нужно? Да. Нужно. Можно ли все эти стада держать рядом с Москвой? Нет, нет. Да нет, оно место просто невозможно. Знаете, что получается? Корова у нас в одном месте, а потребление молока в другом месте. Скажите, а настоящим молоком сколько времени может храниться? День. День. Ну, день-двадцать. Успеете ли вы свести в мегаполис за один день достаточное количество молока? Нет. Нет. Просто физически не успеет. Не потому что люди плохие, злобные и так далее. Просто это одно из условий жизни любого большого города. Продукты сначала переводятся в законсервированные состояния. Ну, из молока готовится порошковое молоко. А уже в городе на молочном комбинате будут, разводя этот концентрат, делать продукт, который будет называться молоко, разливаться в пакеты и так далее. Это вещь незлежная. Так вот, а если вы настоящее молоко или то молоко, которое приближено к настоящему городу, просто купив в магазине, сразу вылили в банку и оставили постоять спокойно день. То молоко так останется или с ним что-то проезжает? Свежее. Нет, оно не стесняется. Если свежее молоко, если посудно, которое вы использовали, чистое, молоко, конечно, не стесняется. А из нее не произойдет. Пленочка кайфовая. А не пеночка, а что угодно. Просто квашевский шум. Нет, просто квашевский шум. Кефир. Кефир – это тоже продукт с кисами. Правда, поделька не сметана. Скажите, пожалуйста, а что называется словом «сливки»? А какого слова? Нет. Сливать. Сливки – это то, что сливают. Вот у вас стоит банка с молоком, она некоторое время стояла. Если вы через несколько часов взяли эту банку, наклонили и аккуратно слили то, что на поверхности. Вы вылили из этой банки молоко или нет? Нет. Нет, не молоко. За несколько часов отстоялась часть молока, имеющая больше всего жиров. Любой жир легче молока или тяжелее молока. Легче. Легче он всплыл вверх. Микрокапля жира всплыла. Они есть в нормальном молоке. Но они всплыли и образовали верхние сливки. Вот это и есть сливки. Так? Оставшееся молоко, раньше в деревнях и в городах вы называли снятое молоко. Что с него сняли? Сливки. Сняли сливки, сняли жир. Так? Так вот. Снятое молоко, если оно как следует снятое, является очень неплохим фиксативным. Дело в том, что молоко содержит очень нужный для нас белок козинь, а при высыхании этот белочек образует очень прочную эластичную, вовне растворимую пленочку, которая надежно свяжет и карандаш, и уголь, и сангину. Не даст вашему рисунку осыпаться. Так что простейший вариант фиксатива – это немножко разведенное водой, снятое молоко. Но если вы цельным молоком будете, вы испортите на воду. Жиры, рамы и ликозы начнут облагаться. И ваши рисунки начнут портаться. Так, прошу ваш вопрос. Ну, вы сказали, что молоко это нельзя было произвести, а кипир. Ведь молоко настоящее, когда молоком пристрет быть, оно списает, получается либо кипир, либо рябинга, либо простокваша. Это было бы лучше. Кисломолочные продукты. Да. Они выдерживают более длительное хранение. Это верно. Если температура не очень высокая, хранить их можно подольше. Но все равно считается проще, и это реально проще, делать не в ступицу малюсеньких фадричек в производство кефира. А сделать крупное производство где-нибудь в город. Свозить туда молоко, там сделать продукт, а уж дальше оттуда торговлюсь хорошо.